Всем привет! С вами из-за студии Черепашки-рисовашки педагог Марина. И сегодня мы будем рисовать картинку к празднику отца. Идею подсказала одна подписчица. Папа вместе с детьми на рыбалке. А когда у нас рыбалка происходит? Вечером или рано утром. Поэтому, скорее всего, мы будем рисовать закат, силуэтное решение папы с ребеночком и удочка и рыбка. Ну что, приступим. Я подготовила листок, обработала бумажным малярным скотчем, открыла гуашь, несколько кистей. Палитра, возможно, нам сегодня даже и не понадобится. И берем большую кисть. Плоско я люблю работать с синтетической. И начнем с желтого цвета, вот так посередине. Закрашивать центральную часть листа. Так, потом можно пройтись охрой, оранжеватыми оттенками. Если у вас их нет, смешиваем. Наша задача перейти к красному цвету. Такой вот у нас будет закатик. Давайте красный делать не будем, сделаем коричневатый оттенок. Оранжево-коричневатый. Вот так вот. Подтемним верхнюю часть. Вот такое горячее, горячее небо у нас получается, да? Если у нас где-то некрасивая растяжка, можно взять вот водичкой и вот так слегка смешать. То же самое двигаемся вниз. Я буду использовать охру. У меня такая золотистая красивый оттенок. Оранжеватый. И коричневатый внизу. Повторюсь, можно использовать красный какой-то оттенок. Так, где у нас красиво, да? Ну, пусть даже если где-то что-то неровненько, все нормально. Берем средненькую кисточку и нарисуем. Теперь мы переходим на черную или коричневую красочку. Я, наверное, сейчас буду коричневым рисовать. Дальний берег. Там у нас какие-то речка. Линию проводим, да? И какие-то, вот, кустики мы прорисовываем. Я вот так вот это делаю. Вот, видите? Где-то есть деревья, где-то их нет. Где-то опять они растут. Постарайтесь желтый весь не закрыть, потому что иначе заката не будет видно. Так, ну вот. Какие-то деревья. Теперь давайте нарисуем само солнышко, да? Садящееся. Помойте хорошенько кисточку или возьмите другую. и белым цветом, вот здесь давайте, да? Так. Ну и отражение. Так. Ну, а теперь мы будем его взбивать. Давайте у нас будут беленькие облака. Я беру губочку. Забыла сказать про губочку. Люблю работать ребром. Вот так вот, да? Только ребрышком. Теперь чуть-чуть сгибаю или даже не сгибаю. И кое-где. Так. Плохо получилось. Еще раз. Другое ребро возьму. Беленьким. Желтеньким. Красненьким. Оранжевым. В общем, все эти цвета подходят для того, чтобы нам какие-то облака. Так. Вот, да? Есть. Облака есть. Давайте теперь белым цветом мы вот тут чуть-чуть кое-где наши деревья. Как бы солнце, да? Освещает нашу. Оно скоро сядет. в общем, какая-то там листва. На горы похоже. Теперь возьмем тоненькую кисточку и сделаем все-таки немножко каких-то стволов, веточек, чтобы было похоже, что это деревья. Вот. Кстати, можно этой же губочкой сделать тряпь на воде. Вот так. А можно сделать кисточкой. Но я для разнообразия сделаю кистью. Так, сначала белая. Так, немножко разобьем вот так вот нашу. чтобы не было такой четкой. И разнообразие для детей. Тут губочкой поработали, тут кисточкой поработали. Обратите внимание, я вот беленьким стараюсь вот тут немножко, да? давайте еще оранжевым. Кстати, это не так-то и просто. Коричневатой или охрой вот здесь сделала отражение наших деревьев в воде. Вот сколько мы провозились только с пейзажем, да? Ну все, теперь будем рисовать сами мастки, на котором у нас сидят наша, сидит наша компания. Так, вот так проведем линию. Давайте вот так и вот сюда вот такую вот закрасим. Ну как бы такой даже не мостик, а мостки, На которых можно сесть и половить рыбку. вот так. Теперь черной тоненькой кисточкой все время меняю кисть. Обратите внимание, то тонкую, то потолще. Прорисуем досочки, да? Пока черные их не видно, но мы сейчас еще и светлые сделаем полосочки и дойдем плавненько или охрой или белым. Можно какие-то даже разводы нарисовать. Видно, что это досточки. Вот доски. Все. Теперь будем силуэтно обрисовывать наших рыбаков. Так, надо их всех поместить сюда. сначала пап. Они со спины сидят. Я буду сделать коричневым или черным цветом. Так, значит, вот головка папина, вот примерно такая. У него так вот плечи, мужчина плечи пошире, так вот соединим и немножко вот сюда, вот здесь вот он сидит. Вот такой конструкции. Закрашиваю. Все. Ног не видно, ноги там спущены к воде, да? Так. Давайте на голову кепку ему оденем. Вот. Как-то так. Ну, и рука, он же удочку держит, да? Как-то вот так вот. Схематично. там ноги вот, Это папа. Там, допустим, вторая рука, чтобы он удочку держал. Так. Ребенка. Давайте вот сюда девочку. Вот она как бы так прислонилась, да? Сидит уже намного меньше фигурка. Вот всего одно. Вот. Да? девочка. Ну, и мальчика вот здесь вот тоже в кепочке посадим. Так вот, да? Головка поменьше и силуэтик сам тоже вот какой-то вот такой. Вот они сюда сидят и наблюдают. Можно ручку. Вот такая конструкция. Так. Давайте тени мы бросим немножко тут чуть-чуть. Да? Солнце светит, тени. Можно синим их бросить. И здесь я немножко кое-где черным какие-то детали может быть. Вот воротничок, у девочки там, мальчика. Ну, сами посмотрите, рубашечка, какая-то курточка. Так, сейчас еще и светлым по бликам пройдем. удочка. Теперь удочка давайте вот так вот он ее где-то она у него вот так и а тут поплавочек сейчас будет. Так, я думаю, нам надо ведро еще нарисовать для рыбы, да? Вот здесь вот оно силуэтно тоже как-то поставим его и вот сюда ведро и вот так вот для рыбы. Так, поплавочек такой красненький поплавочек, да? Ну и клюет рыба. Так, круги на воде красным или оранжевым. Ох, рыбка будет. Так, коричневым можно тоже организовать круги на воде. Теперь хочу тут немножко еще камышей нарисовать на первом плане черным цветом. Чуть-чуть или какая-то трава вот тут растет. Даже не буду, будут просто травка, Пусть будет высокая такая какая-то трава. часто растет у берега. Можно камыши нарисовать. Ну и с этой стороны тоже нарисуем. Так, ну и остались блики. Блики обязательно беленькие, потому что где-то мы подчеркнем фигурку. тут девочки по голове, мальчику, по ведру, чтобы было видно, по удочке можно, даже вот здесь можно какие-то, и по травке на первом плане тоже надо делать. Можно это с желтоватым оттенком делать. Первый план мы всегда выделяем. так, ну вот, смотрите, какая у нас красивая вечерняя рыбалка, да? Будем снимать скотч. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, поддерживайте нас всяческими способами, интересуйтесь платными уроками и наборами, которые, вся информация есть под видео. Так, извините за долгое ожидание, я уезжала. Так, поэтому не всегда удается быстро снимать. Переходите, кстати, в телеграм-канал, там гораздо чаще каждый вторник и четверг даже чаще выкладываются видео, выкладываются работы. Вы сами можете показать свои успехи, как у вас получается. Ох, вот я долго вожусь, не всегда удается быстро снять скотч. Иногда сразу снимается, а иногда вот вожусь. Ну вот, мне самой понравилось, как получилось. Вот наша черепашка. Я с вами прощаюсь, до следующих работ. Пока-пока! Субтитры Продолжение следует...